Ребята, всем привет! Меня занесло на Каневское водохранилище. Мы сегодня... Не оборачивайтесь, я влог снимаю! Я стесняюсь! А что там? Да, как-то вот внезапно мы решили приехать. Мы планировали вообще вчера... Ой, точнее завтра, да? Завтра приехать и решили все-таки сегодня выехать. 10 часов утра. Вот. Я здесь первый раз. Здесь такое вот водохранилище. Мы еще на дамбе, по-моему. Мы уже на дамбе или нет, скажите? Я же не разбираю здесь. Ну да, это дамба. Ну дамба, да, короче. Это дамба, там ГЭС. ГЭС дальше там, где еще проезжать? ГЭС там, да. Там ширина, видишь, какая. Да. Это вся вот прелесть Канева, да? Нет, мы сейчас приедем на Глеб. Я просто ж не знаю, что ожидать. Я хочу кофе очень сильно, я тоже. Сейчас уже половина первого где-то, да, примерно? Я вообще ничего не ела и кофе не пила. Хочется так пожевать чего-то. Я очень сильно хочу, кстати, спать и хочу хот-дох. Или спать, или хот-дох. Я покушаю, это какой-то жилье. Мы сейчас уже подъехали, по-моему, к самой горе, где могила Шевченко. Вот, здесь морской вокзал есть. И вообще пусто людей, можно сказать, вообще нет. И кофе никто не наливает. Я так кофе хотела. Я приехала сюда с мамой. Мама набрала кушать, каких-то яиц отварила. Сейчас будем обедать. Уже час. Начало второго уже где-то примерно по времени. Мам. Давай, что у тебя в сумке? В сумке? Еда. 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 Видишь, у меня даже голос другой. Я так есть хочу. У меня даже... Я тоже очень кушать хочу. А ну смотри, какие культурные лавочки. Мы сейчас посетим. Боже, здесь на воду совсем нет. Так классно, да. Только доехать сюда, извините. Слушай, супер. От Киева сколько мы ехали? Два часа я туда почти? Полтора, да. Здесь вот такой спуск есть. Дальше камни, вода. Ветер, очень холодный ветер. Ну, осень, что ж ты хочешь? Конец сентября. Ну, да. Уже сентябрь, октябрь. Скоро. Такой, она такая синяя-синяя. А? Вода синяя-синяя. Тут туалет. А, нет, ничего, смотри, цветет. Она чистая, ну, как бы просто... Да, какие-то цветения. Смотри, пена. Котва-то. Водичка. Зато на Тарасове горит. Надо было мне этот пирог взять, который мы вчера делали. Я проскопала. Лички, бутербродики. Ням-сик. Всем приятного аппетита. Перекусили. Сейчас пойдем на поиски кофе. А вы реально думаете, что там будет где-то кофе продаваться? Мы на машине подъехали на Тарасову гору. И здесь шлагбаум. Сейчас будем переходить. Мы до сих пор в поиск какого-то кофе. Нигде нет. Вот уже какая-то могила. Здесь брусчатка положена, сосны. Очень классно пахнет. Это муравейники, так поняла или? Это муравейники, да. Да? Да. Жесть. Ну и по такой дорожке мы сейчас спускаемся. Хатка старая здесь есть, кстати. Интересно, что в ней. Может, уже музей начался. Мы, кстати, пока сюда поднимались, общались по поводу Винницы. Скажите, кто был в Виннице на фонтанах? Возможно, там еще какие-то есть места, где можно что-то интересное посмотреть. Напишите в комментариях, стоит туда ехать или нет. Не пожалею ли я, если я туда поеду с мамой на фонтаны и вообще просто погулять по городу. Такая хатка. Такой домик. Крыша из соломы. Клевая, да, старенькая. Тарасова-светлырца. Мы спустились уже. Здесь такая красота. Не очень видно. Там остров маленький есть. Вот он, манюсенький. Здесь очень тихо, людей вообще нет. Очень тихо. А там дальше музей, мы не знаем, будем заходить в музей или нет. Я не фанат Севченко. Чисто по природе мне нравится, как парк оформлен. Очень клево. Какой-то влог памятников сегодня. Здесь памятник, знак на честь. Олекс какого-то. Он спорил себя на этой горе заживо. Жесть. Очень круто. Здесь даже есть фонтанчик для питья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы уже все посмотрели. В принципе, не заходили в музей. Там какая-то выставка в музее. В хатку, то не знаю, будем заходить или не будем. Но то и поснимали, пофоткали. И сейчас будем возвращаться. Подойдем к главному входу. Так понимаю, главный вход был перед лестницей, по которой нужно было подниматься сюда на гору. Возможно, там кофе продают, потому что у меня язык заплетается. Я так хочу спать, ребята, вам просто не передать. У меня Ева в 4 часа утра, с 4 и до 8 просто не давала спать. Я ее брызгала водой, гонялась за ней. Короче, сейчас будем искать допинг. Будем искать. Вот как раз люди какие-то подъехали. Наверное, автобус выгрузился, не знаю. Потому что вообще людей до этого времени не было, ни одного человека, ни рабочих, никого. И, кстати, включают музыку. Когда появляются люди, включают музыку. Вот там, оказывается, экскурсия. Привезли людей на экскурсию. Мы экскурсию не покупали, не оплачивали, так что там ни музыки, ничего. Мы только что один орех нашли. Ворона потеряла. Съели. Бедные, несчастные, голодные. Ну, кофе хотим. Кофе, да, хотим очень сильно. Но орешек тоже ничего бы. Вот, в принципе, мы, наверное, уже все посмотрели. Будем ехать домой. Опять это полтора-два часа добираться. Так дорога выматывает. Я не знаю. Мы сейчас заедем, да, можем выйти на вокзал личный. На речной вокзал. Кстати, есть речной вокзал, но ни кораблей, ничего нет вообще. Корабликов нет. Теплоходов. Теплоходов, да. Но все равно людей как-то вот просто рассказывают, что те времена, когда они были, 80-е, да, 90-е, было столько из-за границы разных туристов, людей полно, автобусы. Сейчас вообще вот только вот эта кучка, вы видите, одна за сколько времени мы здесь были. Мы здесь довольно так много находились, времени. Это всего лишь одна кучка людей. Мы спустились, как раз съехали с горы и нашли здесь кафе-бар. Сейчас будем заказывать кофе. Да, люди есть здесь. Наконец-то кофе попьем. Ой, давайте будем туда проживаемся. На качельку? Да вообще там опять-таки классно. Клаус-то, классно. Раздевалка, он даже не смотри. Вот, и здесь такая набережная. А, он может здесь сюда прожить? Наконец-то заказали кофе. Американо с молочком. Вот, и будем отправляться дальше в путь. Последний заход, идем мы на развод. Вот причал, там фотосессии проходят. Ну, в украинской одежде. Мы тут кота нашли. Так классится вообще, хоть здесь чужого поглажу. Не, это мальчик. Мальчик? Мама уже проверила. Мальчик. Да, и мальчик. Поглащись. Ой, господи. Не то, что моя Ева, она так никогда не делает. У нас тоже так не делает. Смотри, я же головой бью. Ты как девочка стою. Ой, ты хороший такой. Мама, она уже снимает. Вот, вообще, так классно. Кс-кс-кс, иди сюда. Кс-кс-кс-кс. Ну, видишь, не хочет. Ты присел, иди сюда. Вот так вот. Хоп, давай еще раз. Хоп. Вставай. Уже не хочет. Он не доставал на задние лапы и подпрыгивал прям аж попкой. Вот так вот. Кс-кс-кс. Теперь еще один. Это, наверное, его сестричка. Слан, где? О, какая красивая. Слышишь. Ох, ты малосечка. Не, а то мы здесь. Иди сюда. Это тоже мальчик. Да. Угу. Убежал. Ну, еще. Микш-кс-кс. Ох. Ну, вот так. А ну, еще, еще. С-кс-кс. Давай. Так. Оп. Оп. Как обарашек. Козык. Как козык. А ну. Оп. Ну. Ну. Понравилось? Да, здесь неплохо. Здесь отдохнуть морально хорошо. Можно посидеть. Да, просто встретят сейчас. Осенью. Книжку почитать, да? Мы уже окончательно едем домой. Уже собрались. Пойдемте, я вас сфоткую на кочевке. Давай, бери. И кот бежит. И кот бежит. И кот бежит. Вот кто я знаю. Ага. Ага. Я не хочу. А видео? Красненький квадратик, да? Да. Кружочек. Фокус есть? Да. Вау. Я люблю такие качели очень. Легко, кстати, сделать самое можно. Значит, видели, какую я полочку сделала? Ой, Русь, а мы с тобой были в эпицентре, я не посмотрела, сколько стоят эти кифы. Какие? Там мне надо одну штуку сделать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.